Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач, посвященный трём с половиной столетия развития европейской музыки. Мы с вами говорили о двух источниках, питающих музыку Баха. Это Дитрих Букстехуде и Иоганн Пахельбель. Букстехуде вошёл в творчество Баха как бунтарь, как вихри, как свободная фантазия. Пахельбель как великий философ, размышляющий. Океан музыки Баха питает огромное количество композиторов, направлений, явлений. Все они аккумулировались в океане Бах и стали вселенской музыкой. Именно поэтому Бах до сегодняшнего дня считается собеседником Эйнштейна, Ньютона. Бах сегодня ближе к жителям XXI века, чем он был в веке XVIII. И вот сегодня я хочу прийти именно к самому Иоганну Себастьяну Баху. В прошлый раз, когда мы сравнивали Букстехуде, Пахельбеля и Баха, то мы услышали, как в токате и фугере минор Бах находится под влиянием Букстехуде. В хоральных прелюдиях мы всегда услышим влияние Пахельбеля в созерцательном Бахе. Вообще Иоганн Себастьян Бах впитал в себя такое количество состояний. Ну вот, например, если я спрошу вас, кто самый веселый композитор в истории музыки? Знаете кто? Иоганн Себастьян Бах. Потому что остроумнее, чем его кофейная кантата, музыки на земле нет. И чем больше мы слушаем, особенно если знать тексты, там про Лисхен, про ее отца, рутинера в переводе на русский язык, шлендриан, рутинер, и про кофе, там столько юмора, там столько автопародий и пародий вообще. А кто самый трагический композитор? Конечно же, Иоганн Себастьян Бах. Вот сейчас я хочу, чтобы вы услышали Арию Альта из «Страстей по Матфею». Тот эпизод, где Петр трижды отрекается от Христа и вышел и плакал горько. И вот в этом месте звучит Ария Альта. Может быть, на земле никто ничего не написал глубже, проникновеннее и сильнее. И это уникальное соло-скрипки, и этот грудной голос, поющий от имени «Планеты во Вселенную». Эрбар Медих. Уникальная музыка. Музыка, на мой взгляд, превосходящая все, что было написано до и после. Если бы Бах вообще ничего не написал, кроме этой Арии, он бы заслужил памятники по всей планете. Вспомните его музыка, которая звучит в жертвоприношении Тарковского, когда дерево, сухая смоковница, которую поливает ребенок, зацветает после всемирной катастрофы, после разрушения всех основ, после пожара, где сгорает дотладом на Готланде, где снимал свой уникальный гениальный фильм Тарковской. И вот там тоже звучит эта музыка. Для Тарковского музыка Баха имеет совершенно особое значение. Но вы сейчас послушайте Арию Альта. Для того, чтобы раз и навсегда понять, что на земле было явление, которое невозможно превзойти, невозможно написать ничего глубже, прекраснее. И еще одна деталь. Когда скрипка начинает играть, то вам покажется, что это итальянская сицилиана. И ритм сицилианы, европейская, итальянская музыка. И вдруг, незаметно, скрипка переходит в какие-то далекие восточные лады и начинает играть древнюю иудейскую синагогальную импровизацию, фантазию. Музыка становится абсолютно не итальянской, не протестантской, не католической, не европейской. Она уходит в глубины древнего Востока. А потом возвращается, как ни в чем не бывало, назад. И все это уже в первом соло скрипке. Почему? Ну, потому что Бах очень глубоко читал Новый Завет. А помните, там написано, что когда на Голгофе происходило распятие, вдруг занавесочка в храме, вдруг вот так, занавесочка в храме, как в каком-то авангардном фильме, отдернулась. И один из тех, кто был на Голгофе, сказал, воистину он сын Божий. Что это за занавесочка в храме? А, Бах хорошо знал, что это за занавесочка. Потому что во время древнего еврейского ветхозаветного богослужения самый главный момент, когда открывается занавесочка, и взгляд всех падает на священную книгу Танах, или Пятикнижий Моисея, Ветхий Завет, который стал основой дочерней религии, христианства. И вот когда Христос обращается к своему Отцу и говорит «Эли, Эли, Лава, Савафхани», и в другом переводе «Элоим», то есть в другом Евангелии, но это то же самое «Эли, Алла, Элоим», то есть Алла – это Аллах, это все тот же самый человек, тот же самый Бог, Бог-Отец, та же самая персона. Вот Бах это понимает. Он как бы обращается к единому Богу, Богу Ветхого и Нового Завета, к триединому Богу. Вот почему вдруг в музыку итальянскую, в музыку европейскую вторгаются древнейшие образцы древнейшего иудейского богослужения. Вот послушайте эту музыку. Ария Альта из «Страстей по Матфею». Ария Альта из «Страстей по Матфею» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот сейчас полный контраст. После такой глубины, такого проникновения в самую суть жертвы, распятия, матери, любви, жизни и смерти, возрождение, преображение, появление на горе Фавор. Вдруг музыка совершенно другого рода. Я бы даже сказал итальянская музыка. Почему итальянская? А мы уже с вами говорили о третьем человеке, который современник Баха, ровесник Баха. Он родился даже в тот же год, что и Бах. Кстати, в этот же год родился Гендель и Скарлатти. Вообще, представляете, какой год был, да? Бах, Гендель, Скарлатти один и тот же год и Вивальди. Так вот, Антонио Вивальди стал одним из самых важных людей, творцов в искусстве Иоганна, Себастьяна Баха. Когда Бах познакомился с его музыкой, он очень в значительной степени был под влиянием итальянской музыки и именно музыки Вивальди. И вот Бах пишет скрипичный концерт. Концерт для двух скрипок, ре минор. Это концерта Гросса, то есть с двумя солирующими скрипками, которые и на сегодняшний день для любого человека, любящего музыку, являются одной из вершин творчества Баха. И вот я специально задумал так. Сначала вы слушали Арию Альта и Страстей по Матфею, а теперь вы услышите музыку. Потрясающей энергии, радости бытия, жизни. Вот начинается изложение музыки. Тема. Она проходит семь раз. Кстати, послушайте несколько раз. Если вы слышите шесть, то это значит, что вы еще не вполне настроились ушами слышать полифонию, то есть многоголосие. Я много раз проводил такой эксперимент. Я просил, и сам брал скрипку, и просил своего сына, с которым я часто играю этот концерт, сыграть только вот это вот проведение темы. И спрашивал, сколько раз проходит тема. Всем мне говорят шесть. И только где-нибудь в зале один-два человека говорят семь. Это значит, те, кто слышат седьмое, они слышат музыку не только горизонтально, но вертикально. Потому что одно из изложений принадлежит не первой и не второй скрипке. Оно принадлежит басам в оркестре. А первая и вторая скрипка играют, свои мелодии распевают, идут дальше. А в это же время та же тема звучит в басах. Давайте сначала послушаем вот эти семь изложений темы. Мы сейчас отправимся в космос, в потрясающий глубокий космос. Мы сейчас услышим практически музыку, близкую к Вивальди, но Бах, он гениальнее Вивальди. Сколь бы ни был прекрасен Вивальди, Бах преображает все, что он слышит. Даже влияние англичан, французов, итальянцев, других немцев, до баховских композиторов, оно настолько переплавляется в мозге и в сердце Баха, что музыка совершает поход на высочайшую недосягаемую ступень мышления. Итак, слушайте, только изложения, семь тем. А вы, слушая, посчитайте, семь у вас будет или шесть. Внимание, начали. Бах, концерта Гросса Ре Минор, первые изложения темы. Субтитры создавал DimaTorzok Сколько услышали? Шесть или семь? Услышали семь? Если не услышали, повторите, верните назад, те, кто слушает не в прямом эфире, а кто потом послушает это на сайте, потому что все мои программы выложены на сайте за все годы, так вы обязательно послушайте еще раз и еще раз, пока не услышите семь. Семь – сакральное число. Бах дает нам космическое число. Семь. А что же происходит потом? А мы сейчас начнем с того места, где мы остановились. Потом вдруг наш космический корабль опускается на планету Земля. И два человека танцуют, кланяясь друг к другу. Одна скрипка и вторая скрипка. А весь оркестр, который только что был космичен, который двигался среди мириадов звезд, солнц, вспышек сверхновых, который достиг такого движения, бесконечного движения во времени и пространстве, становится лютней гитарой, аккомпаниятором ненадолго. Потому что потом опять мы набираем высоту и опять идем в безграничное пространство. Так и существует эта первая часть. Послушайте вот этот эпизод, где две скрипки раскланиваются друг с другом. Совсем по-земному. Совсем по-земному. Вот второй образ концерта. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас я завидую всем, кто никогда не слышал того, что прозвучит дальше, второй части этого концерта Гросса Баховского. И радуюсь вместе с вами, друзья, которые хорошо знают, что нам сейчас предстоит услышать. Это прямой концерт ангелов. Прямая трансляция из рая. Баху удалось написать такой невиданной красоты музыку. Причем интересно, скрипка начинает петь прекрасную мелодию. Вторая подключается как аккомпаниятор. И вдруг через несколько секунд выясняется, что аккомпанемент – это прекрасная, одна из самых замечательных мелодий. А та мелодия, с которой начинала скрипка – это аккомпанемент второй мелодии. То есть они как бы существуют друг в друге. Каждая является аккомпанементом, и каждая является невиданной красотой мелодии. И каждая развивается. Вот так звучит этот концерт ангелов. Все отступает перед невиданной красотой второй части. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это музыка радостная Это то, что в Бахе крестьянское, активное, волевое Это то, что позволило Баху пережить и перенести все невзгоды Смерть жены, детей, трагедию слепоты Трагедию непонимания перед тем, как вы услышите гениальную третью часть Хочу напомнить При жизни Баха о нем писали в энциклопедиях два раза Оба раза плохо А теперь слушайте финал Субтитры создавал DimaTorzok 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 Космос-то каков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok